Ну а сейчас у нас опрос про Всемирный День Женского Счастья. Женское счастье был бы милый рядом. Муж в командировке. Был бы милый рядом, а у тебя в командировке. А сейчас я понимаю, что женское счастье совершенно не зависит ни от какого, ни мужа, ни милого, никого. Просто вот если я... Тишина, да. Я счастлива тогда, когда я знаю, куда я иду и чего я хочу. Когда я знаю свои цели, я их исполняю, вот тогда я счастлива. Хотя здесь говорится о женском счастье. Как ты считаешь, мужчина? Ну что в твоем понятии женское счастье? Ну вот. Мужчина. Я не хотела бы, чтобы женское счастье зависело от любви. Ну нет, нет, нет. Ну как? Не может быть, что вот женское счастье в мужчине. Конечно нет. Нет, конечно нет. Ну мы сейчас давайте продолжим, посмотрим, а что для нас, для наших жителей женское счастье. Женское счастье, я думаю, что оно такое же, как и мужское счастье. То есть это взаимопонимание, удовлетворение каких-то базовых потребностей, закрытие, какое-то, ну, нахождение себя в работе, в деле. Есть такое понятие икигай. Это когда то, что ты умеешь, любишь делать, оно приносит пользу обществу, еще и хорошо оплачивается. Вот я считаю, что, ну вот это, наверное, и есть счастье. И оно не женское, не мужское, оно универсальное, человеческое. Ну, я не знаю, что такое женское счастье еще пока что. Наверное, то, что родители рядом и друзья, все остальное. Потом уже, когда создаться, начнешь думать о создании семьи, тогда уже поймешь, что такое женское счастье. Чтобы ее хотелки выполнять. Я думаю, это она, да, достаточно. Женская счастье, чтобы она жила счастливо и все. Главное, чтобы был очаг семейный, и ребенок был в семье, и чтобы было все как у людей, ни больше, ни меньше. И заработная плата, чтобы хватило на человеческую жизнь, а не как на существование. И чтобы все было в гармонии, никаких ссор, скандалов не было. И самое основное, не важно, сколько ты зарабатываешь, а важно, как ты тратишь ее. Ну, как говорится, мужчина работает, женщина сохраняет семейный очаг. Редактор субтитров А.Семкин